Ох, как ждали киевляне субботней встречи Динамо Киев-Спартак. Поверьте мне, здесь так давно не ожидали футбольных матчей. Билеты были раскуплены еще за неделю. А уж прогнозов и рассуждений, предположений и надежд было высказано столько, что впору было в них потеряться. И высказывали их люди самого разного возраста и самых разных профессий. Ребята, ваш прогноз на сегодня? Я считаю, что выиграет Динамо Киев. Думаю, что выиграет Динамо Киев. Нет, Спартак выиграет. Устами младенца глаголит истина. Давайте вспомним сей древний афоризм. Разговор с тренерами и игроками перед матчем – это скорее обмен информацией, чем обмен прогнозами. Не любят тренеры и игроки загадывать наперед перед столь трудными играми. Так встретился я перед началом матча с тренером Спартака, Олегом Романцевым. И говорили о том, что его волнует, что беспокоит. Много травмированных, серьезный соперник. Ну, все то, о чем можно, как считают тренеры, перед матчем рассказать. Ну, и, естественно, надежды и прогнозы оставить на потом. То же самое, краткий диалог с Владимиром Веремеевым. И те же проблемы. А болельщики, болельщики, естественно, жаждали зрелища. Вот готовились к нему по-разному. Вот, например, это самодельные взрыв-пакеты. В карманах у внешне безобидного подростка. Согласитесь, это ненормально. А основная масса людей, то есть нормальные люди, ожидали вполне логически выстроенного зрелища, красивого футбола. То есть, если уж победит, то победит сильнейший. Втайне, конечно, большинство присутствующих на стадионе надеялись, что сильнейшим будут хозяева поля. А нет. Вы знаете, я давний болельщик киевского «Динамо». Но такого вот что-то не припомню. Атаковали, конечно же, с первых минут хозяева поля. Но вы посмотрите сейчас первый гол, который на девятой минуте забил Шмаров. Уповая на искусственное положение вне игры, Киевляне не очень преследовали Шмарова. А он, ни секунды не колеблясь, забил этот первый гол. Гол, который во многом предрешил исход этой встречи. Нельзя сказать, чтобы хозяева вовсе уж отдали инициативу гостям. Атаковали. Вот одна из атак на 48-й минуте. И удар хорош, и бросок Черчесова. Но тут же, из глубины своих защитных построений, начинает атаку спартаковцы. Начинают и доводят до завершения. До того, чего мы с вами всегда, товарищи болельщики, ждем. И за что всегда мы благодарны нашим любимцам. Вот гол. 48-я минута. Гол Мостового. Сейчас Сергей Родионов, участник этого эпизода, сбивает его Биланов. Арбитр Миляускас назначает пенальти. И Родионов забивает свой 104-й гол. И зрители, уже разобравшись, что к чему, начинают покидать трибуны. Ну, а те, кто остался, правильно поняли ситуацию. Ничего хорошего их команда уже не могла показать в этот вечер. Ну, разве что зрители могли увидеть и 105-й гол Сергея Родионова. Да еще, еще штрафной удар, пробитый киевлянином Литовченко. Геннадий Литовченко, который столько сил отдал в этом матче, был, бесспорно, одним из лучших в составе киевлян. Вот ошибка Черчесова. Так, неудачно принимал мяч. А счет 4-1. А Геннадий Литовченко покидает поле, отдав все силы этому труднейшему матчу. Банальная ситуация. Одна команда выиграла, другая проиграла. Никто, конечно же, не мог предвидеть столь четкой расстановки акцентов. И лишь наивный разум 12-летнего парнишки подсказал определенный результат. Побежденным сейчас не до интервью. А победители могут это сделать. Перед началом матча мы с вами говорили о том, что действительно сложная установка, так сказать. И травмированных много. Планировали вы такую успеху? Вообще. Ну, такое, конечно, трудно было предвидеть. Но, во всяком случае, выходили мы с желанием сыграть в полную силу. С желанием победить. Ну, в Киеве всегда нас встречают довольно тепло. И много болельщиков ходят на наши матчи. И главную задачу, я считаю, мы выполнили, понравились местным болельщикам. Вы это чувствовали, правда? Да, и где-то уже во втором тайме даже нас больше поддерживать стали, что очень приятно. То, что команда сразу же, без подготовки, бросилась вперед. Вообще-то не вызывало у вас опасений? Вот ребята на настроении даже как-то чувствовали. Вы знаете, мы ожидали, что первые 15-20 минут будет жесткий прессинг по всему полю со стороны Киевского Динамо. Ну, и единственным оружием, которое мы хотели использовать, это такая же игра, которая появилась бы для них неожиданной. То есть, сразу вперед, сразу в атаку, быстро выходить из обороны. Как просто так сказать после игры. И сколь сложно было вот так высказаться перед ее началом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!